Ну, об этом я уже сказал. Самый главный принцип, да, вы понимаете, что один раз снял видеоролик, он на вас работает постоянно. Как придумать ролики для съемок? Когда я взял видеооператора, мы поехали на съемку первого ролика, я ему расскажу. Серег, мы снимем об этом, об этом, об этом, об этом, такая тема, и я что-то присел. Он говорит, а дальше что, меня уволят? Я говорю, нет, что-нибудь придумаем. До сих пор думаем, уже три года. В данный момент, приорядка 600 роликов снята, каждый день выпускаем. И тем и не заканчивается. Вот поверьте мне, если начнете, тем будет полно. Самое главное, это 500 было, да? Самое главное, это если вы предприниматель, вас рано или поздно задалкивает какой-то один и тот же вопрос. А может быть их много. То есть один и тот же вопрос задают вам все клиенты. Не знаю, как осуществляется доставка вашего товара в какой-то регион. Вот снимите на эту тему видеоролик, и ваш менеджер, тот мой менеджер, который получает в день до 70 заявок, один, умудряется отвечать на большую часть таких вопросов. Просто путем ссылки на видеоролик, где я отвечаю на этот вопрос. А кто лучше ответит на вопрос заказчику или покупателя, чем владелец бизнеса? Вот лучше меня на любой вопрос никто не ответит. И я на них отвечаю, а они видят, что у меня подпись, не ради директор компании. Они понимают, что ничего себе. Но одно дело, что пришел в магазин, и там какой-нибудь менеджер или какой-нибудь продавец, которого вы вчера взяли, и он очень плохо ничего не знает, что-то рассказал, и отпугнул его заказчику. А тут генеральный директор собственных бизнеса сам рассказывает. То есть люди, которые смотрят ваши видео, и им нужна ваша услуга, они полностью вам начинают доверять. Потому что, ну, я думаю, вы понимаете, что вы че. Каждый вопрос – это тема отдельного видеоролика. Нужно вам ответить на вопрос, как осуществляется логистика, отвечайте только на этот вопрос и снимайте отдельный видеоролик. Чем больше будет роликов, чем хуже будет тема, тем больше. Не надо в одном ролике рассказывать о том, как доставка осуществляется, как вы производите этот товар, а еще какие у него сроки хранения, что делать в случае рекламации. То есть вот такого делать не нужно. Нужны узкие ролики на конкретные запросы. То есть, ну, о чем я их снимаю в своей деятельности? Процесс производства, процесс оказания услуг на каждом этапе отдельно. То есть монтаж. Ну, это монтаж в смысле строительных каких-то конструкций. То есть конкретно моя услуга. Доставка, как хранится, плюсы-минусы. Плюсы и минусы. Не забывайте рассказывать о минусах. Если вы будете рассказывать о плюсах своей о продуктах, то вам верить не будут. Аккуратно, забавалированно. Расскажете о минусах, называйте их минусы, называйте их особенности. Это очень хорошо работает. И как эти особенности обходить или как с ними жить? Дальше. Стоимость товара и услуг. Об этом тоже нужно говорить. Естественно, нужно говорить хотя бы дату. Потому что вы понимаете, что сегодня этот стул стоит тысячу рублей. И вы его показываете на своем канале, а летчик из 15. Этот стул будет стоить 15 тысяч рублей. А вас будет подтягивать за язык, что вы же говорили тысячу рублей. Поэтому говорите хотя бы дату. Сегодня, на мае 17-го года или на июнь, этот стул стоит тысячу рублей. То есть о стоимости тоже нужно говорить. И еще. Если у вас по какой-то причине что-то дороже, чем у ваших конкурентов, это тоже нужно говорить. У меня есть отдельный видеоролик. Целую ночь сидел, нарезал. В общем, я показывал какие-то другие строительные объекты. Показывал свои. Показывал разницу и объяснял, почему у нас дороже. То есть это тоже очень важный момент. Еще тема для роликов. Как делать свои нарукани. В общем, читайте или фотографируйте. Не знаю. Должно кому-то пригодиться. Я так понимаю, не все здесь предприниматели. Поднимите, пожалуйста, руку предпринимателя. Ну, не зря распространяется. Не зря, не зря. Да, фотографируйте. Нет, нет. Сейчас. Так, еще темы добавлю. Фотографируйте. Не буду рассказывать. Потому что у меня своя специфика. У каждого из вас своя. Сейчас. Да, не бойтесь раскрывать свои секреты. Если вы делитесь свои секреты. Ваши конкуренты их и так знают. А если вы раскрываете секреты перед своими заказчиками, покупателями, клиентами. У меня просто заказчики. Я в строительном бизнесе. Все заказчики. То они понимают, ничего себе. Он раскрывает какие секреты. Я зачастую спрашиваю. А почему ты рассказываешь, как построить дом? Ты же лежаешь у себя заказчиком. А я в самом начале себе решил, что существует первая категория. Те, которые не будут марать в руки. И доверятся компании, которые доверяют. И я им построю дом за те деньги, которые приемлемы для них и для меня интересны. А вторая категория людей, которые все равно не закажут у тебя эту услугу, построят дом и построят его плохо. А так они построят по твоим видеороликам, по твоим раскрытым секретам. И будут тебя всю жизнь благодарить. Вокруг тебя будет ходить хорошая аура. Ты будешь спать спокойно. Ты будешь получать вконтакте, в фейсбуке, в инстаграм. Вот так. Я себя рекламирую. Где меня можно найти? Положительные отзывы. Мы построили там туалет по вашим роликам. Мы построили гараж по вашим роликам. Это все очень здорово. Это прямо масло на душ. Честное слово. Ничего не нужно продавать в лоб. То есть просто рассказываете. Видите, я же в начале ролика им сказал, что если кому-то нужно построить дом, обращайтесь в мою компанию. Заходите на наш канал. Там много полезной информации. А когда вы туда зайдете, вы уже сделаете правильный выбор, у кого этот дом заказать. Также весь смысл ваших роликов должен быть в этом. Вы просто рассказываете о том, что вы делаете, как вы делаете, как хорошо вы делаете. И тогда к вам придут ваши покупатели и клиенты. Все, закончилась презентация.